Несколько раз в сетях видел эту ссылку, что украинский электробайк Delphos признали лучшим всю доходом электровелосипедом 2021 года, что решил перейти по этой ссылке. Смотрите, вот такой вот всю доход велосипед. Ну что тут сказать, колеса довольно такие мощноватые, соответственно надо больше мощности, чем толще колесо. Ну это то ли всю доход, то это наверное для всю дохода надо, но для города наверное это излишне толстые. Так они скомпоновали раму, ну симпатично, вот это вот все сделано, так с одной стороны сиденья, все, но обрызгать вот это все будет лететь, если часто дождливая погода сейчас. Тут какой-то панель управления, спидометры, как в электробайках, вот это все. И тут смотришь эту новость, смотришь, а потом, когда посмотрел более подробно, тут видите тоже Питрымой, кого Питрым это непонятно поддержать. А когда новость более подробная, то расширение производствов и оказывается производство Китая всех комплектующих. Они только сделали вот научно-исследовательские конструкторские работы и марку даже регистрировали не в Украине, а в Делавере США. И что они называют его тогда украинским сюдаходом? Марка зарегистрирована в США, детали все китайские, они просто сбили вот эту раму на ходу, придумали там, покрасили красиво такой матовой черной краской и все. И, ну, Делфаст, как Белфаст, помните, в песне есть. Самый длинный путь, пройденный на электровелосипеде без подзарядки, 367 километров в 2017 году. А что ж вы не нарастили уже до 500 километров к 2021? В 2018 году оборот компании 125 тысяч, потом растет оборот, а неопривлеченный капитал им дали всего лишь 815 тысяч долларов. Из них 165, вот этот для стартапов Kickstarter, вот этот есть сайт. Оценка компании по состоянию на октябрь 2020-го 15 миллионов долларов. Но по западным меркам это не так и много. Топливо составляет 30%, они пишут, что сильно дорого обходится доставка товаров, потому что, видите, в другие страны доставляют топливо до 30% затрат по доставке. Но открывайте в разных странах свои представительства в Европе, завод откройте имени, в Америке, а то вы только там марку зарегистрировали. Средства для отдыха, представляют они собой продуктовая линейка. Ну, к чему это все говорю? Что нужно делать для производства в своей стране? Ну, что это украинский? Я просто недавно читал целую статью за украинский телевизор, они хвалились, что сделали украинский телевизор. Начал читать, они просто свои чертежи как бы дали на китайский завод. А китайский завод за счет того, что они дают большой заказ, гарантируют, дает им потом, ну, делает под ихнюю как положено. И отзывы посетителей, что глючит их неопрограммное обеспечение украинское и т.д. и т.п. Ну, то есть, люди не сильно и довольны, что они готовы и другую китайскую марку купить. К чему это все говорю? Что я в свое время пробовал заниматься производством довольно-таки успешно, но только 4 года. Потому что это все надоело, когда эти чиновники, эти проекты цеха, это любой новый вид продукции беги, согласовывай. Вот это все, что просто пришлось потом в 2003 году закрыть производство свое и все. Потому что это не жизнь в нашей стране, когда ты находишься как с этими всеми службами, их десятки, как на какой-то передовой. Просто даже и на выставках мы новую продукцию внедряли в производство с новых круп и все остальное. И, ну, невозможно. Если вы хотите, чтобы у вас были украинские телевизоры, украинские велосипеды, делайте законодательство, чтобы не было этих всех чиновников. Если хочешь идти на Европу, поставлять продукцию в другую страну, да, тогда иди сертифицируй там ее по стандартам Европы или там Америки и тогда отправляй. А так, если ты решил, к примеру, делать борщ, печь пирожки, какие могут быть к тебе походы этих санслужб и все. Если что-то у тебя случится, ты будешь все равно лично отвечать, а не чиновники, которые тебя мурыжили с проектами, согласованиями. Так, проект, чтобы согласовать, надо в пяти службах согласовывать. Представляете, мало того, что его нужно сделать и все остальное. Вот тут на YouTube канал зайдете, выберите самые популярные, вот тут вот упорядочить. И вот видео называется «Велосипеды самодельные». Вот четырехколесные, трехколесные делают в Херсоне уже пять лет. Очень красивые конструкции, оригинальные. Вот тут на YouTube канале «Велосипеды самодельные». Видео называется, вот тут поиск, щелкните, кто велосипедами интересуется. Вот это действительно человек от а до я, сделал полностью корпус, все сам варил. Разве что покрышки импортные и камеры. А вот так вот все украинское, может даже и сами колеса со спицами украинские. Потому что в Харькове раньше там на велозаводе делали эти колеса все. Так к чему я говорю? Что нужно проводить реформы. Если не будет реформ, ну тут у меня на сайте есть реформы. И за госуправление, что такое коллегиальный президент, что нужно эту должность убирать, что столько лет прошло и ничего не меняется. Ну то есть мне просто к чему это все удивило? Какое же это украинское производство? И что они просто китайцы купили комплектующие все до одного. Просто их скомпоновали и говорят, это наше украинское производство. Законодательство меняйте, чтобы было у вас украинское производство. А то у нас получается, как в этой картинке. Вон, свиньи жрут из корыта под названием бюджет. Видите? И спрашивают у этого, почему корыта все меньше и меньше. А он отвечает, просто у вас ряхи все больше и больше свиньям. Вот так вот наша вот эта реальность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова